Итак, всем снова доброго времени суток, снова с вами я, Игорь Шеститко, и с нами еще Виктор Голуб, Витя, поздравься. Здравствуйте. Здравствуйте, скажи мне, вы нормально? Здравствуйте, телевидеорадиослушатели, да. Как вы видите, белый стол, вы меня не видите, это хорошо, я сегодня выгляжу вообще сногсшибательно. Вы видите стол, вы видите мышку, вы видите часть клавиатуры, это значит то, что у нас появился новый гаджет. Нет, этот гаджет вы уже видели, это Microsoft Touch Mouse, я ее уберу. А на самом деле, это один из тех гаджетов, которые вы вчера видели, наверное, у меня на фейсбуке, на фотке в регистрации в Fosquare. Что это такое? Правильно, это замечательная мыша, которая называется Microsoft Explorer Touch Mouse. Это, хочу заметить, Touch Mouse, это называется, мы к ней еще вернемся, Arc Touch Mouse. Вот это вот просто Arc Mouse, а вот это вот Explorer Touch Mouse, поэтому не путать. Причем цвета бывают абсолютно разные, можно попросить Витю сходить на ресепшн и попросить со стенда там такие разноцветные. Витя, будешь добрым так? Да, конечно. Вот, а пока Витя ходит, я начну открывать соответствующую мышку. Мы сейчас посмотрим, где и как она открывается. Вот, как всегда, ножик забыл. Ну что ж, придется открыть вот так. Вы же не рвете коробки, я надеюсь? Так, что-то... А, это карандаш, оказывается, был. И вот, я думал, ручка. И вот так вот. Вот, и теперь мы сможем открыть эту мышку. Итак, вскрываем мышку. Как-то тут все так замечательно сделано. Ага, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И мы получаем большой... Ага, вот почему. Еще оказывается два здесь. И здесь разрываем аккуратненько. И здесь разрываем аккуратненько. Вот. Раз. Делай. Два. Мы открываем. Не, не потому что мне... Итак, мыша со своим ресивером. У каждой мышки свой, как вы знаете, уникальный ресивер. Открываем. Открываем, я сказал. Что потом я с ним буду делать? Отдам хозяевам. Это инструкция и дока. Мы ее вернем назад. Назад, я сказал. И батарейки. Батарейки большие. Ага. Интересно, потому что другие мышки в основном-то используют как раз 3А, а не 2А. И мы сейчас... Это я борюсь с... Что что делать? Зубы. Страшное оружие. Итак. Где у нас? Ага, вот у нас. Вот мы так открываем. И кладем сюда... Все правильно, мы видим ничего. Это где плюс? Ага, плюс. Плюс, плюс, плюс. Соответственно, плюс, минус. Загорелось, значит, работает. Закрываем. Закрыли. А здесь, как вы видите, разъем. И мы теперь подключим это все к ноутбуку. Так, главное теперь не перепутать. Кстати, если посмотреть на дизайн нижней части, то дизайн нижней части, в принципе, близок. То есть, здесь также, как и в Touch Maus, присутствует крепление, присутствует выключатель. Единственное, что батарейки... Давайте его выключим. Единственное, что батарейки здесь у нас... Так же и стоят батарейки, слушайте. То есть, получается, что мышка просто чуть-чуть, наоборот, переставленная. Наверное, чипсет тот же. Итак, мыша у нас подключена. И все? И мышка таки обнаружилась. Обнаружилась. Итак, мыша заработала. Никаких драйверов нет. Но обратите внимание, если вы видите сейчас панельку, она показала... Не видите панельку, она показала... Нажмите сюда. Для того, чтобы сконфигурировать соответствующие мышевые драйверы. И куда она убегла? Не успел. Еще раз. Мыша очень точная. Легенькая. И... Что у нас еще здесь? Где это? Не эта мыша. Вот эта мыша. И теперь посмотрим, как она работает. Для того, чтобы понять, как она работает, мы запустим интеллипоинт. Что, у меня сортины нет? Как это нет? Microsoft. Есть. Вот. Microsoft Mouse. Microsoft Mouse. Ждем-с. Настройки. То есть, что мы здесь видим? Возможности работы. Куча соответствующих настроек. То есть, левая, правая кнопка, средняя кнопка и боковые две кнопки. То есть, получается, что у нас что? Мы можем... Лево-право, средняя кнопка, настройка как средней кнопки. Кто спрашивал, почему не так? Есть пейдж-ап и пейдж-даун. Это специальная часть скроллинга. То есть, если мы посмотрим на мышу, то вот здесь вот получается вот та самая часть, которая касается Touch Explorer. Вот эта полоса Эмер. То есть, если у другой мыши полностью вся поверхность является Touch, то здесь Touch является, соответственно, только вот эта вот часть. Вот вы видите, только что оно сработало. То есть, получается, если я нажимаю на средину, срабатывает средняя позиция. Если я срабатываю вверх-вниз, срабатывают соответствующие позиции скроллинга. И, соответственно, центр, это срабатывает центральная клавиша. То есть, можно посмотреть, познакомиться с тем, как это работает. И теперь мы можем потренироваться на соответствующей. И теперь, опять же, кнопочка вниз на страничку, вверх на страничку. Центральная кнопка вызывает нажатие центральное. То есть, приятный скроллинг. То есть, мы можем влево-вправо, вверх-вниз. Абсолютно нормально работает. И теперь попробуем нажать на средние кнопки, которые страдали. Вот Explorer. То есть, мы теперь нажимаем в средину. И у нас, по идее, должна открыться следующая страничка. Да, следующая страничка у нас открывается. Проверяем еще раз. Вверх на страницу, вниз на страницу, еще вниз на страницу, еще вниз на страницу. Средняя кнопка. И скроллер. Вот такой вот простой вариант. Теперь мы посмотрим на документах. Давайте откроем Excel. Обычно в Excel намного круче все. То есть, мы можем скроллить. Влево-вправо мы не можем, но нажимаем среднюю кнопку. Ага. Ого. Ого, с какой скоростью он скроллит. И вверх на страничку, вниз на страничку. То есть, работает. То есть, приятность на самом деле в том, что мы можем у этой мышки скроллить вот таким вот образом все, что попадает под руку. При этом там стоящий датчик вибрации очень четко отрабатывает и создает эффект именно крутящегося колесика. То есть, вы чувствуете, что вы запустили процесс. Вы чувствуете, что вы остановили этот процесс. То есть, там внутри, если приблизить особенно, там внутри происходит некая такая вибрация. Вот если помолчать, вы услышите. И нажатие останавливает. То есть, еще раз мы его продемонстрируем. И плавно затухающее. И еще раз. И остановили просто нажатием или касанием к вибросистеме. Вот, в системе. Ну и дальше, опять же, скроллинг плюс вниз. Не надо думать о том, что там это какая-то особенная функция. То есть, особенные возможности. То есть, на самом деле, выбор у вас есть обширный. Но на самом деле, я не думаю, что вы уже сможете найти такую мышь. То есть, это первая мышь из семейства арков. Особенность, она складывается вот таким вот образом у Microsoft. В чем его преимущество? То есть, она такая практически неубиваемая. Для ноутбуков здесь еще осталось старое колесико без всяких тачей. Просто датчик. Я, на самом деле, для ноутбуков предпочитаю пользоваться вот этой мышей. Она абсолютно плоская. Это тоже семейство ARK, но уже семейство ARK Touch. То есть, здесь вы видите такую же панельку управления, как и вот у данной мыши. То есть, аналогичные тачевой. Только здесь отработка скроллинга сделана не так точно. Она не так вот тарахтит или не так динамично, не так массивно. Все-таки, размеры не позволяют там поставить маховик посерьезнее. Поэтому здесь она просто потрескивает. Но при этом функциональность одинаковая. То есть, также вверх-вниз, влево-вправо. Ой, вверх-вправо. Вверх-вниз, центральная кнопка, левая-правая кнопка мыши. Включается мыша очень забавно. То есть, если для этой мыши, которую мы только что видели, ARK Mouse, да? Ой, ARK Mouse. Explorer Touch. Необходимо достать, включить и тому подобное. То здесь присутствует намагниченная штука, которая содержит в себе датчик. Я подключаю ноутбук. И смотрим самое главное. Я переламываю мышу. Все, мыша готова к работе. У меня ноут обнаружил все это дело. И, соответственно, сейчас вы сможете увидеть также движение, работу мыши. Также работу мыши. То есть, видно мои пальцы? Пальцы нет. Вот, так вот чуть-чуть как-то и то и другое. Оно выше, чтобы люди видели. Итого, да? Итого. То есть, скроллинг по... Вы слышите, не такой вот, да? Он не такой, и не такой быстрый, и не такой динамичный с затуханием, и абсолютно тихий. Просто трещоточка. Но, опять же, для ноутбучной сверхплоской мыши это достаточно. Опять же, да? То есть, те же возможности, связанные с тачевскими кнопками. То есть, если здесь кнопки действительно надо нажимать, то здесь они более легкие, скажем так, просто касание. То есть, нажали, вправо нажали, вверх вернее. Упс, я среднюю нажал. И также, вот видите, я касаюсь. У меня выполняется скроллинг вверх-вниз. Скроллинг вверх-вниз, центральная кнопочка. Вот центральная кнопочка, то есть, в зависимости уже от возможностей. Ну, а тут Витя хотел, на самом деле, похвастаться аналогичным семейством своих мышек от Logitech, да, Витя? Я готов рассказать о мышке, которую я использую каждый день в работе. Это Logitech мыша эргономичная M705. Ты покажешь, как она работает? Ей уже, в принципе, да, могу показать, как она работает. О, и вы видели, видели сразу открыть, достать. Открыть, да, крышечку. Внимание, да, то есть, а здесь как раз, соответственно, вот опа, вышел, достал и тому подобное. Каждый раз открывать крышечку, думаю, что крышечка долго не проживет. Ну, у меня уже эта мышка 2 года, так что в надежности ее сомневаться не приходится. Такой же нано-приемник. У меня эта мышка 4 года. Пострадала по-всякому, и падала, и ныряла, и что она только не делала. Так, такой же приемник. Такой же, да, нано-приемник. И, в принципе, что, какие плюсы этой мышки? По сравнению с чем? По сравнению с обычными мышками, скажем так. То есть, это суперскролл, я не знаю, видно, не видно на камере. Ну, еще драйверы не поставили. А, да-да-да-да-да. Сейчас мы все это будем делать. Ну, ты объясни пока, может, и не успеет драйвер это поставить? Значит, вот, поставил здесь драйверы. То есть, суть в чем? В том, что здесь можно скроллить, как в обычной мышке, Ну, вот. А можно, ну, то есть, когда фиксируется колесико, а можно, как бы, оно ездит, просто не фиксируется. Есть кнопочки вперед-назад, которые работают, как в эксплорере. Ну, если зайти на какую-то... Вот вы зря это сделаете. Да, зря это сделано. И вот здесь тоже не надо. Раз, два. То есть, они вперед-назад. Так, в принципе, и в... Если открыть мой компьютер... Перейти куда-нибудь, потом раз. То есть, оно и в эксплорере работает, то есть, в браузере, в любом браузере, не только эксплорере. И в мой компьютер работает вперед-назад, очень удобно. А еще кнопочка вот... Ну? Вот есть еще кнопочка вот такая вот штука. И что она делает? Такая, я не знаю, она, наверное, без драйверов, которые фирменные с сайта Logitech'а заканчиваются. Она не будет работать. Это быстрое переключение задач. Смысл в том, что вот эти все кнопочки можно назначать на свой вкус. То есть, они переназначаемые. Ну, мы только что видели, чтобы признать. Так, чем это лучше, чем вот этот вот мега-скроу? Вот смотри, вот у меня. То есть, вот так провел, оно так аж приятненько дребезжит. Да, но эта мышка, как бы, она без тача. То есть, она совсем без тача. Она эргономичная, эргономичную форму имеет, видно, да? Да. То есть, удобно держится в руке. Срок службы батареек производитель обещает до трех лет. У меня эта мышка два с небольшим года. И здесь еще стоят родные батарейки. Я ее юзаю каждый день. Вот она, нормально сохранилась. А теперь, посмотрите, опять батарейки, покажи людям, как кратится батарейка. Видите, открывается, заставляется и без тача, да? Да, и без тача. Вот. Мы посмотрели, на самом деле, тачи, которые есть вот в виде Microsoft Touch Explorer Mouse. Здесь вот полоска, да? Мы посмотрели Arc Touch Mouse. Здесь тоже полоска. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на такую мега профессиональную мышку, которая называется, вы видели ее уже обзор, Microsoft Touch Mouse. То есть, это Explorer Touch Mouse, а это Touch Mouse. То есть, она на голову выше всех рассмотренных ранее мышек. Почему? Потому что вот в ней как раз вся поверхность рабочая, да? То есть, вы уже видели ее, но я пока продемонстрирую. Смотрите, то есть, это без кнопок. Кнопки здесь есть, правая, левая, вы их просто нажимаете. Хотя касание тоже срабатывает, как правая, левая кнопка. Это и скролл. Вот вы видите, как работает скролл. Это и влево-вправо, как Витя демонстрировал. То есть, вот жестами вы можете переключаться. По-моему, мы уже доскроллились до конца странички. Вы можете переключаться. Но мало того, это Multi Touch Mouse. То есть, она позволяет сделать вот так вам. И наоборот, например, масштабировать. Уменьшить экран. Обратите внимание, два движения перевести. Это ты делаешь двумя пальцами одновременно. Да, просто провожу. То есть, видите, экран плавает так, как нам надо. Вот так, вот так. Есть движение тремя пальцами. Есть движение четырьмя пальцами. То есть, тремя пальцами. Упс, это двумя было. Тремя пальцами, как вы видите. Вот да. Вот да. Вот примерно так, да? Вот примерно такой же функционал запрятан вот в эту кнопочку. Ну, это отдельная кнопка, да. Здесь я делаю это просто так же, как я делал бы на Touch в панели в ноутбуке. Но, есть еще одна вещь. Например, я очень много работаю с Excel. Очень приятная вещь. То есть, если вы видите скроллинг, да. То есть, как бы я могу скроллить так, как мне удобно. Без всяких колесиков, да. Нет фидбэка, отдачи, связанного с вибрацией. Вот здесь вибрация, это просто бомба. Я рекомендую попробовать. Просто приятно под пальцем вибрирует вся полоска Touch. А здесь же вибрации нет. Но, обратите внимание, какой скроллинг. Я просто касанием вверх-вниз, влево-вправо, по диагонали. Я это все могу скроллировать. Все будет замечательно. При этом, такой скроллинг работает в различных режимах. Сейчас я увеличу страничку до безобразных размеров. А теперь мне нужно проскроллить. Обратите внимание, то есть, влево-вправо, вверх-вниз. То есть, по кругу, как вам удобно, тоже будет скроллиться. Ну, а мы все-таки вернемся к нашей трещотке. Трещотка просто бомбическая. Мы вернемся к нашему Explorer. Еще раз хочу продемонстрировать вот эту полосу Touch Explorer. И как оно... И где? Еще нет? А, забыл включить. Вот это вот включение, конечно, слегка напрягает. О, включилось. Вот. И вот... Оно вибрирует. Вибрирует даже стол. Да, слышно сюда. Влево-вправо нет, как вы видите, но вверх-вниз. Ну, если мы хотим влево-вправо, мы нажимаем просто среднюю кнопку... Ой, я на картинке нажал. Мы нажимаем среднюю кнопку мыши и переключаемся в режим вибрации. Или просто в режим скроллинга, влево-вправо, вверх-вниз. Нажатие кнопки вперед-назад. И здесь. Вот так. Если вы планируете подарок, я могу вас обрадовать. Подарки могут быть абсолютно разные. Обратите внимание, вот этот же Explorer, только в белом варианте. Если вы думаете, что подарить своей коллеге на 8 марта, обратите внимание, какая замечательная розовая мышка. Она сможет ей и работать, и играться. Представляете, у вас весь офис будет издавать вот такие вот звуки. На самом деле, есть еще другие образцы мышек. Вот вы видите варианты Arc Touch. То есть, вот такой, вот такой. То есть, с различным покрытием, с различным арт. Это Arc Touch. Art, по-моему. Или, да, по-моему, Art или Art Paint. Что-то в таком духе. То есть, работает. И стоит забывать о том, что эта мыша тоже есть в варианте Art. То есть, с различными украшениями. Поэтому, думайте о подарке. Подумайте о Microsoft. Подумайте о том, что если ваши коллеги, женщины работают с мышками. Работают часто, работают долго. Вот такие вот разноцветные. А черные? Там же и черные было. Нет. Не было? Не было. Уже за это. Вот такие вот разноцветные мышки в набор. С приятным затухающим. Это будет лучший подарок главному бухгалтеру, я думаю. Она там, бедняга, скроллит сотни страниц Excel. А тут вы сможете как раз опа. И вы понимаете, что она работает. А она понимает, что когда палец лежит на мыши в процессе скроллинга, она вот... Просто это надо почувствовать. То есть, это такие тактильные ощущения приятного характера. Ну что ж, на этой ноте мы будем с вами прощаться. Мы уже наговорили на 20 минут. Большое спасибо всем, кто был с нами. Вы увидели разные мыши. Хочу сразу сказать, так же, как и телефоны, они у меня потихоньку оседают, оседают, оседают. Еще, если что понадобится, если что-то хотите рассмотреть подробнее, хотя куда уж подробнее о мышках, приходите. Будем рады вас видеть. С вами был Виктор Голух. Да, и Игорь Шеститко. Увидимся. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok